Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. В сегодняшнем обзоре, ребят, как всегда, свежие торговые идеи для вас на предстоящую неделю, и посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые рекомендации. Давайте, прежде чем мы с вами перейдем к анализу основных инструментов, к торговым идеям, я бы хотела напомнить о том, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале Мария Кухтай Трейдер сегодня, в воскресенье, 13 августа, и на YouTube-канале компания Markets. Видео продублируется завтра, в понедельник, 14 августа. Ну что ж, теперь давайте начинать и первый блок сегодняшнего обзора, и это торговые рекомендации свежие. В первую очередь хочу обратить внимание на валютный рынок, а именно сегодня мы с вами посмотрим валютные пары евро-доллар и доллар-франк. Ребят, по евро. Я напомню о том, что я еще ранее на своих прошлых публичных обзорах и на прошлой торговой неделе, и еще несколько торговых недель назад. Все это время я вам рекомендовала шортить евро. То есть если на прошлой неделе в воскресенье вы получили торговую рекомендацию на продажу по евро, уже понедельник у нас открывается, видите, уже продажи себе локально отработали. Еще ранее я вам также советовала шортить евро. После закрытия дневочки 28 июля вот эти шорты себя тоже отработали, то есть вы могли открыть продажу и заработать. Локально краткосрочное падение евро-доллара. До этого продажи еще советовала открывать от предыдущего накопления, от предыдущей торговой формации, и сами видите, как шорты себя отрабатывали. Три раза рекомендовала шортить евро. Три раза шорты себя отлично отрабатывали. Все видео есть на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. Ребят, кому интересно, посмотрите. Значит, по поводу предыдущей рекомендации. Вот это видео, торговые идеи DXEU, NASDAQ. Значит, здесь также продажи по евро, продажи по евро рассматривала. Здесь тоже торговые идеи DXEU, видите, что все время советовала шортить валютную пару и евро-доллар. Но что сейчас? Поменялось ли что-то сейчас, исходя из, скажем, торговых, закрытия торговых дней на прошлой торговой неделе? Что поменялось и есть ли да? Я сейчас озвучу свое мнение. Смотрите, на текущий момент я считаю, что у нас уже рисуются предпосылки для того, чтобы торговать евро в обратную сторону, то есть на покупку. И сейчас объясню свое мнение. Значит, давайте сначала озвучу торговую рекомендацию. Итак, торговая рекомендация по евро-доллару, и это работаем в лонг. Работаем в лонг выше поддержки в районе 1.09.35. И с перспективой на пробивание сопротивления 1.10.40 первая цель для роста. И дальше пробивая метод сопротивления, у нас открываются отличные шансы для дальнейшего продолжения трендовой тенденции, восходящей, образовавшейся по валютной паре евро-доллар среднесрочно. Итак, по поводу точки входа. Смотрите, если анализировать текущую картинку по дневкам за последние торговые дни, то хорошей точки входа сейчас нет. Сейчас евро находится на этапе локальной коррекции по отношению к потенциально защитному лонговому импульсу. То есть как защита у нас сейчас выступает движение наверх по евро, которое произошло 3 и 4 августа. Вот этот импульс наверх, который мы удерживаем. Видите, в рамках этого импульса у нас происходит длительная консолидация позиции. И фактически всю торговую прошлую неделю мы здесь набираем торговую позицию. Но это не мешало локально заработать короткосрочно на продажах, которые я советовала открывать с понедельника. Вот мы себя неплохо отработали уже во вторник, в принципе, по евро-доллару в шорт. Но, тем не менее, мы видим, что удерживаем поддержку. Удерживаем поддержку в районе 1.09.30. Это минимумы падения, которые были во вторник. И здесь еще у нас несколько дней подтверждали наличие покупателей на этой ценовой зоне. Исходя из этого, защитное движение. Актуальное сейчас импульс наверх, который я уже обозначила. Это первый элемент торговой формации. Но немножечко смущает то, что сейчас мы находимся на этапе коррекции. То есть коррекция пока у нас не перекрыта. Предполагаемая коррекция в рамках защитного импульса. Смотрите, вот эта коррекция, которая происходила с понедельника, она прошла торговой неделей, фактически по пятницу. Она пока еще находится на этапе давления, локального давления вниз. И эта коррекция пока еще не перекрыта. Для идеальной точки входа, то есть для того, чтобы уже увидеть хорошее подтверждение в лонг по евро-доллару, нам нужно ждать перекрывающего импульса. Что это значит? На самом деле этот импульс может быть как локальный, так и может быть более амплитудный. То есть это уже зависит от рынка. Но, тем не менее, перекрыться желательно подождать, если вы хотите увидеть на графике более высокий процент подтверждения действительно разворотной формации по евро. Почему? Потому что в соответствии с моей авторской торговой стратегией защитный трейдинг, как у нас разворачиваются локальные тенденции. Локальные тенденции, как правило, разворачиваются самодостаточными паттернами, которые имеют в себе все необходимые элементы торговой формации. Так вот сейчас у нас еще нет последнего элемента самодостаточного лонгового паттерна по евро-доллару. Но я, в принципе, уже считала, что в пятницу, в пятницу уже можно было покупать евро. Почему? Потому что до этого среда-четверг у нас закрылись с локальным поджатием наверх. И это можно было уже посчитать как окончание предыдущей коррекции, действительно наличие самодостаточного лонгового паттерна, который бы дал возможность увидеть лонги дальнейшие по евро. Но пока нет, пока мы еще на этапе коррекции находимся. В пятницу как у нас закрывается с давлением вниз. И это значит, что рисково, рисково можно попробовать купить. Можно из текущих попробовать купить. Но вы должны понимать, что в идеале нужно ждать перекрывающего движения по евро-доллару. Поэтому рисковая покупка возможная. Стоп-лосс в данном случае желательно выставить за минимумы, которые у нас были по евро-доллару 3 августа в четверг. И ожидать в первую очередь перекрывающего импульса и уже дальше спокойно работать в лонг, как я уже сказала, с перспективой на прорыв сопротивления 1.10.40 и выше. Пробиваем эту ценовую зону. Скорее всего, дальше будем уходить в сторону основной восходящей тенденции, присутствующей по евро-доллару среднесрочно. Смотрите, свою позицию я озвучила. Рисковые покупки стекущих, более консервативные покупки после перекрытия. Точку входа можете уже с понедельника-вторника искать и ожидать закономерного хорошего движения наверх. Как видите, у нас уже есть такое локальное замедление возле поддержки в районе 1.09.35. Это замедление говорит о том, что не могут медведи пробить поддержку. Да, и, в принципе, учитывая характер тренда, учитывая характер среднесрочной лонговой тенденции по евро, есть неплохие шансы для того, чтобы работать среднесрочно на покупочку и искать соответствующие формации, соответствующие точки входа, которые действительно будут подтверждать дальнейший рост по евро. Но, ребят, как я уже говорила ранее, это нам не мешает зарабатывать на локальных тенденциях, на вот этой локальной тенденции шартовой по евро, которая у нас происходила за последний торговый месяц. И, соответственно, от меня вы получали публично, да, и в закрытом канале торговые рекомендации на продажу по валютной паре евро-доллар и сами видите, как продажи себя отлично отработали. Но об этом чуть более подробно расскажу в втором блоке сегодняшнего обзора, где буду рассматривать свои предыдущие торговые идеи. Так, теперь давайте переходить к второму инструменту интересному. Торговая идея еще одна для вас, и это доллар-франк. Ребят, по доллар-франку то же самое. Публичные покупки, которые я еще ранее рекомендовала открывать, все видео с моими торговыми рекомендациями есть на моем YouTube-канале Мария Кухтатрейдер. Можете посмотреть. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, и всегда будете получать актуальные торговые рекомендации, актуальные торговые идеи. По основным финансовым инструментам, в том числе и по валютному рынку. Из последнего, где я рассматривала доллар-франк, это вот мое последнее видео, которое было в среду, 9 августа на прошлой торговой неделе. Здесь я советовала еще работать на покупочку по доллар-франку. Вот еще доллар-франк торговые идеи. Use the cut, use the chief и другие. Здесь тоже очень хорошо. Доллар-франк фактически. От самого первого лонгового паттерна я вам советовала покупать. То есть у нас здесь была локальная лонговая формация, и посмотрите, какая хорошая отработка. То есть лонги себя отработали. Да, лонги были контртрендовые, лонги были защищены самодостаточными паттернами, но, тем не менее, покупки по доллар-франку себя замечательно отработали. Что сейчас? Что меняется на текущий момент и меняется ли что-то? Ну, сейчас я вам расскажу свою позицию, тоже озвучу свою позицию по USDCHF. На самом деле здесь ситуация аналогична с евро-долларом. Я имею в виду, что по доллар-франку я тоже вам советую работать на снижение по доллару и на укрепление, соответственно, нашего и царского франка. Первый раз за последний месяц, когда я озвучиваю и публично, и в закрытом канале я работаю в эту сторону по валютному рынку. Но, действительно, по доллар-франку, вот если сравнить с евро-долларом, по доллар-франку у нас ситуация чуть получше. Почему? Потому что у нас есть более четкая формация. То есть если евро-доллар еще находится на этапе коррекции, на этапе коррекции в рамках потенциально защитного движения, то доллар-франк у нас уже имеет все предпосылки для дальнейшего движения вниз. Почему? Потому что есть локальный шартовый паттерн. Как я уже сказала ранее, ребята, с самодостаточными паттернами у нас заканчиваются тенденции. Могут заканчиваться как коррекционные тенденции, так и основные тенденции. То есть мы на графике ищем формацию. Формация говорит о том, что действительно у нас рынок уходит либо на коррекцию, либо на окончание коррекционной тенденции. И соответствующую сторону вы можете торговать. Так вот, что касается доллар-франка. У нас присутствует ключевой уровень сопротивления в районе 0,8775. Ценовая зона сопротивления, которую мы удерживали фактически весь прошлую торговую неделю. Не пустили цену выше этого уровня. Есть несколько дней реакции на эту ценовую зону. Но смотрите, уровень это хорошо, но на самом деле не одним уровнем здесь подтверждаются шарты, а шарты подтверждаются наличием информации, которая в себе включает все элементы. Потенциально защитное шартовое движение, коррекция, которая в принципе у нас уже по доллар-франку перекрыта. Ну, во-первых, у нас, если смотреться на часовой таймфрейм, там хорошо перекрытие видно, особенно вот на этом движении, которое произошло в четверг, 10 августа, на новостях по инфляции США. Здесь у нас такой импульс вниз довольно уверен, довольно сильный пошел по доллар-франку. И на часовой таймфрейме прослеживается этот импульс довольно хорошо. И дальше мы видим, что происходит консолидация позиций в рамках этого импульса. Поэтому и этот импульс уже можно посчитать как шартовое перекрытие. Четверг шартовое перекрытие по франку, перекрытие предыдущего лангового движения, вот этого локального, которое, как уже сейчас видно, имеет характер коррекции по отношению к основному защитному движению. Поэтому самодостаточный шартовый паттерн здесь есть. Есть подтверждение перекрытия в виде внутренней пятничной девочки. Видите, как у нас произошла локальная такая раскорреляция по евро-доллару и доллар-франку. В принципе, это закономерно. Я всегда говорю о том, что каждый инструмент имеет свои паттерны, каждый инструмент имеет свои формации и отрабатывает эти формации. То есть если евро еще ушел на более глубокую коррекцию в пятницу, сюда локальный интердей упал, то доллар-франк тоже показал закрытие в красной зоне по отношению к предыдущему дню. То есть в пятницу у нас закрылась красная по отношению к четвергу. И тем самым доллар-франк подтвердил наличие шартового паттерна, подтвердил актуальность сопротивления в районе 0,8775. Да, чуть выше здесь 0,8785. Ценовая зона сопротивления у нас присутствует. Поэтому по доллар-франку советую работать в шорт. Можете с текущих открывать продажи. Куда выставлять стоп-лосс все это в закрытом канале, ребят, я своим подписчикам показала. И ожидать дальнейшего снижения. Снижение, скорее всего, если у нас произойдет, то это уже будет подтверждение локальной формации и в виде отработки, имею в виду. И, соответственно, дальнейшие падения, и, скорее всего, на перелог, перелог минимумов, которые у нас были в середине июля, присутствовали. Почему? Потому что есть предпосылки рассматривать вот этот рост как коррекционный рост, то есть как коррекционное движение по отношению к предыдущему защитному шортовому импульсу и по отношению к шортовому тренду, шортовой тенденции, которая присутствует по доллар-франку у нас среднесрочной. Поэтому сейчас рискну озвучить окончание, окончание краткосрочных трендов, которые у нас произошли по евро-доллару и по доллар-франку. Соответственно, доллар-франк закончил свой коррекционный рост и евро-доллар закончил уже свое коррекционное снижение. И можно попробовать работать в противоположную сторону, в сторону продолжения основных тенденций, которые у нас присутствуют по данным валютным парам среднесрочно, основных тенденций в сторону падения американского доллара по отношению к швейцарскому франку и по отношению к валюте евро. Поэтому доллар-франк на продажу рассматриваю и евро-доллар рассматриваю в лонг. Ребят, свою позицию озвучила, торговые идеи по валютному рынку озвучила. Еще хотела бы обратить внимание, интересный момент у нас сформировался, по фондовому индексу Dow Jones. Ребят, кто торгует фондовым индексом? Кто торгует фондовым индексом? Я бы хотела обратить внимание на Dow Jones. Ну, на самом деле, сегодня во втором блоке посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые рекомендации по фондовым индексам по Nasdaq и S&P. Я советовала шарчить публично о своих двух предыдущих обзорах. Посмотрим, какая у нас шикарная просто отработка на продаже произошла. Но что по Dow Jones? Здесь ситуация чуть-чуть по-другому смотрится. Да и учитывая характер закрытия пятничной дневочки, которая показала локальное перекрытие, которая показала локальное наличие лонговой формации и позволяет сейчас с текущих пробовать работать в лонг по фондовому индексу Dow Jones. Поэтому еще одна торговая рекомендация для вас. Работаем в лонг по Dow Jones от поддержки в районе 35.060. Откатная зона поддержки либо с текущих, либо от коррекции еще будем как-то уходить. Но, в принципе, я уже вижу полностью формацию, которая дает возможность оценить сейчас текущую картинку по данному инструменту, как окончание коррекции, окончание снижения по отношению к предыдущему импульсу, к предыдущему росту, по отношению к восходящей тенденции. И, соответственно, сейчас я могу спрогнозировать продолжение тренда по фонду Мэйнкс Dow Jones с целью на пробитие максимумов, которые у нас образовались в уровне 35.635, максимум месяца августа, максимум месяца июля и выше. В сторону тенденции на перехай смотрится данный инструмент. Открываем покупки с текущих, как я уже сказала, либо еще как-то у нас будет происходить локальный донабор торговой позиции в рамках пятничного роста. Но, как вы видите, этот рост был не амплитудный, но, тем не менее, пятничная девочка у нас показала действительно перекрытие предыдущей коррекции, действительно наличие самодостаточного лонгого паттерна здесь по данному инструменту, которым закончилось предыдущее коррекционное снижение. Поэтому покупки на перехай по Dow Jones рассматриваю. Ну что ж, ребят, с первым блоком мы сегодня с вами закончили. И давайте еще посмотрим торговые идеи, торговые рекомендации, которые вы от меня получали на прошлых выходных, воскресенье, 6 августа. Я напомню, что 6 августа, воскресенье, публично я вам рекомендовала работать на покупочку по индексу доллара, на продажу по валютной паре евро-доллар и на продажу по фондовому индексу NASDAQ. Плюс, кто подписан на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер», мой личный YouTube-канал, ребят, вы видели, что еще дополнительно от меня вот в среду 9 августа вы получали еще одно видео с апдейтами предыдущих торговых рекомендаций и с новыми идеями по дополнительным инструментам. Это доллар-франк-лонг, фунт-доллар-шорт и S&P-шорт. И давайте посмотрим, как же отработались эти торговые идеи. И начнем с валютного рынка. Ребят, индекс доллара. Индекс доллара. Пятничная девочка у нас 4 августа закрывается. На выходных 6 августа я записываю обзор, в котором рекомендую публично работать на покупку по Dixie. С понедельника, если вы открыли лонг, посмотрите, в каком хорошем сейчас вы уже профите находитесь. То есть вы могли как локально заработать краткосрочно понедельник-вторник, так и дальше, видите, у нас в четверг на новостях у нас произошла локальная попытка оттестировать поддержку. Здесь лимитка, можно было заходить, можно было и в моменте заходить. То есть от уровня поддержки в районе 102. Здесь чуть ниже я озвучивала поддержку в районе 101.7, потому что это был у нас минимум коррекции. Минимум коррекции после лонгового движения. Поэтому, если вы покупали Dixie, если вы покупали по моим публичным торговым рекомендациям, вы сейчас уже замечательно на этом заработали. Но хочу сказать в двух словах по индексу доллара, что у нас картинка тоже сейчас такая очень скользкая. Почему? Потому что в любой момент может закончиться вот этот рост. Сегодня по Dixie торговых идей я мне давала, потому что все-таки пятничная дневочка у нас закрылась довольно с поджателем наверх. Но тем не менее, если вы покупали по моим рекомендациям, фиксируйте покупки пока, да, там дальше будем смотреть. То есть будет какая-то еще локальная формация в обратную сторону, либо будет какое-то еще подтверждение для дальнейших лонгов. Вот эти моменты я уже буду озвучивать позже. Но пока, как основной сценарий, я рассматриваю окончание роста и падение по индексу доллара. Но, ребят, если сравнить с евро-долларом, доллар-франком, по которым вы получали сегодня торговые идеи от меня, то индекс доллара сейчас никаких торговых паттернов нет по данному инструменту. Была попытка сформировать шортовый паттерн, но мне не нравится закрытие дневки в пятницу. В пятницу чуть-чуть поджалось наверх. И это поджатие нежелательно, а обязательно нужно перекрыть для того, чтобы дальше шортить с дикси. Поэтому по индексу доллара пока лонги фиксируем, смотрим, будет ли у нас шортовое перекрытие. Если это произойдет, можно дальше будет работать в шорт. В шорт в сторону основной среднесрочной нисходящей тенденции и в сторону защитного импульса шортового, который у нас произошел ранее по данному инструменту. Поэтому сами видите, как шикарно покупки себя отработали, публичные покупки, которые я рекомендовала открывать как на прошлых выходных, так и в среду на своем интерп-канале 9 августа для своих подписчиков. Поэтому, ребят, видите, как работает моя торговая формация, понимание рынка. Как я понимаю графики, как отбираю торговые формации. То есть я несколько инструментов для вас собираю. То есть не все инструменты, да, там делаю обзор, а непосредственно уже те инструменты, на которые я бы хотела сакцентрировать ваше внимание, на которые уже можно обратить внимание в силу наличия той или иной торговой формации. Поэтому индекс доллара замечательно отработал публичный прогноз в лонг. Дальше. Вторая торговая рекомендация для вас – это евро. Евродоллар. Ребята, в пятницу, 4 августа закрывается. Понедельник у нас, 7 августа, и шарты по евро. В закрытом канале тоже рекомендовала шартить валютную пару евродолларов, ребятам. То есть здесь мы локально отлично упали. То есть локально можно было заработать на продажах по евро. И свою позицию текущую я озвучила в первом блоке сегодняшнего обзора. Но, тем не менее, сами видите, как шарты отработались. Шарты публичные, публичные торговые рекомендации, которые вы от меня получали в моих обзорах в воскресенье на прошлой торговой неделе, 6 августа и, соответственно, в среду, 9 августа на моем канале Мария Кухта Трейдер еще одно дополнительное видео вышло с торговыми идеями и на продажу по евро. Я тоже здесь озвучивала продолжение падения по валютной паре евро-доллар. Дальше давайте посмотрим из валютного рынка. Значит, доллар-франк, торговые идеи на покупочку. Ну, в закрытом канале мы еще ранее покупали доллар-франк от поддержки 0,8720. Прошу прощения. Здесь у нас была откатная поддержка. Публично я в среду озвучила лонги по доллар-франку от этого ценового уровня поддержки с перспективой на пробитие сопротивления. Но, как видите, сопротивление мы пока не пробили, не можем никак пробить. И текущую картину я, в принципе, определила для вас в первом блоке сегодняшнего обзора, где порекомендовала с текущих уже шортить юздачев. В силу того, что у нас произошла смена приоритетов, смену приоритетов в силу наличия самодостаточного шортового паттерна, я свою позицию объяснила. Так что посмотрите первый блок сегодняшнего обзора, если еще не смотрели. И подтверждение для продаж, мое мнение, вы увидите. Так, фунт-доллар – это еще одна торговая идея для вас, ребят. Фунт в среду, среда 9 августа, я вам рекомендовала шортить фунт-доллар, либо с текущих, либо от конституционного сопротивления 1.27.90. Шортовый паттерн здесь был, в принципе, у нас все предпосылки для шортовой формации были, для продолжения дальнейшего снижения. Контртрендовое снижение – да, но, тем не менее, шорты себя подтверждали, шорты себя, в принципе, полностью здесь сформировали, и шорты себя отработали. Посмотрите, среда и четверг у нас локальное падение по фунту. Шорт себя отлично отработал. Если вы шортили, вы могли заработать на продаже по фунту, потому что у нас на тот момент сохранялись все предпосылки для продолжения локальной тенденции, образовавшейся за последний торговый месяц по данному инструменту, по данной валютной паре. Так, и давайте еще посмотрим, ребят, фондовые индексы. S&P NASDAQ. По фондовым индексам публично я вам советовала работать на снижение. По фондовому индексу NASDAQ торговую идею вы получили в воскресенье, 6 августа. Значит, торговая идея. И по S&P я еще добавила этот инструмент в среду на моем YouTube-канале Mariko Kuchterrader в новом свежем обзоре с торговыми рекомендациями. Поэтому давайте посмотрим. Начнем с фондового индекса NASDAQ. Ребят, по NASDAQ просто шикарный шорт. Посмотрите, у нас пятница, 4 августа закрывается на выходных. В воскресенье я записываю обзор, в котором рекомендую шортить NASDAQ. Либо с текущих, либо от откатного сопротивления 15477. В понедельник у нас откатная одна дневочка, одна локальная откатная дневочка, от которой уже во вторник мы с вами видим очередное падение, очередной минимум по фондовому индексу NASDAQ 100. И продолжение этого падения в пятницу, еще один минимум, еще одно снижение, и еще более хорошая отработка моей публичной торговой рекомендации на продажу по фонду моему индексу NASDAQ. Почему продажи? Я все озвучила в своем предыдущем обзоре. Если интересно, посмотрите, почему шорты, каким образом здесь оценила наличие, по крайней мере, локальных продаж, каким образом здесь увидела шортовые направления, и видите отличную отработку. Если вы шортили NASDAQ по моей торговой публичной рекомендации, вы могли шикарно просто заработать. Ребят, я напомню о том, что если вы желаете научиться понимать рынок, если вам импонирует моя торговая стратегия, если вам импонирует мое понимание рынка, вы можете записаться ко мне на индивидуальные курсы обучения. Чуть подробнее по курсам обучения расскажу уже в конце сегодняшнего видео. Так, NASDAQ шорты отлично отработались. По NASDAQ еще апдейт сделала в среду. Значит, 9 августа, видите, у нас я здесь сказала, что продолжение шортов следует, то есть можете дальше удерживать продажи, либо же шортить, если не шортили ранее, и посмотрите, какая у нас отработка отличная произошла. И S&P, давайте еще посмотрим. Фондовый индекс S&P 500, торговая идея для вас. Шорт, среда, 9 августа. Здесь у нас шортовая формация была тоже самодостаточная. Защитные движения, коррекция, коррекция перекрыта и шорты. Шорты ниже сопротивления 45.25. Я вам рекомендовала открывать публично в среду в видеообзоре, который записала и который опубликовала на своем YouTube-канале Мария Кухтатрэда. Торговые идеи, дикси, евро, франк, фунт, S&P NASDAQ. Если не смотрели, посмотрите и убедитесь в том, что публично действительно не постфактум говорила о продолжении падения по S&P 500, о том, что вижу дальше шорты и посмотрите, как шорты себя хорошо отработали. В пятницу прошлой торговой неделе очередной локальный минимум и замечательная отработка. Краткосрочная, но тем не менее отработка публичного прогноза в шорт по фондовому индексу. S&P 500. Ребята, видите, как отрабатываются мои торговые формации? Видите, как я понимаю рынок? Как я отбираю для вас торговые паттерны? То есть я отбираю для вас те инструменты, которые сформировали уже более-менее хорошие паттерны, более-менее понятные, подтвержденные ситуации. И об этом я говорю на своих публичных обзорах. Поэтому, если желаете всегда получать актуальные торговые идеи от меня, подписывайтесь. на мой открытый YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» и будьте всегда в курсе хороших точек входа, во-первых. Во-вторых, хороших, интересных инструментов для торговли. Потом делаю сопровождение своих предыдущих торговых идей, апдейты и так дальше. Но если вы желаете получать больше торговых сигналов с сопровождением, с точками входа, полностью сопровождаю торговую позицию, говорю, когда происходит отмена сценария, когда сценарий у нас подтверждается. Если, допустим, рынок накапливает долго торговую позицию, да, и каким-то образом еще донабирает торговую позицию. Все это я, значит, всю эту информацию предоставляю подписчикам своего закрытого телеграм-канала «Вип Мария Кухта». Интересуют торговые сигналы, интересуют торговые рекомендации с сопровождением. Пишите мне в личку, мои контакты есть под видео. И по поводу торговых сигналов все это проинформирую вас в индивидуальном формате, всю информацию предоставлю вам в личку. Так, если желаете научиться понимать рынок, если вам импонирует моя торговая стратегия, торговая система, я напомню, что я анализирую рынок по своей авторской торговой стратегии и защитный трейдинг, вы можете записаться ко мне на индивидуальный курс обучения. Ребята, обучение веду лично, я 8 занятий индивидуальных. Значит, на занятиях полностью вам рассказываю свой принцип работы с графиками, свой принцип анализа графиков, все эти моменты, как я отбираю торговые информации, какие есть нюансы на рынке, на что нужно обратить внимание, когда торгуем, когда появляется точка входа, плюс вот такие все элементы, как перекрытие, откатный уровень, накопление позиций, коррекция с перекрытием, окончание локальной тенденции, окончание основной тенденции, как рынок заканчивает свои тренды и так дальше. То есть все эти моменты я рассказываю на курсах обучения. Как торговать по тренду, каким образом у нас отличаются формации, которые у нас формируются по тенденциям и формации против тенденции. То есть тоже все это рассказываю, и все эти отличия я уже информирую своих учеников на индивидуальных курсах обучения. Восемь занятий со мной. После окончания обучения наше печенье с вами не заканчивается, то есть вы можете в любое время мне написать, задать какой-то вопрос по рынку, по инструментам, которые вы торгуете. Всегда отвечу, то есть фидбэк от меня постоянно. Ребята, и плюс, бонус, добавляю бесплатно на полгода в свой закрытый телеграм-канал ВипМария Кухта. Для того, чтобы вы увидели мои торговые идеи, мои торговые рекомендации, смогли ими воспользоваться, если вам это нужно, смогли убедиться в том, что действительно моя торговая система рабочая, действительно хорошо отрабатываются торговые формации. То есть для того, чтобы вы уже параллельно с практикой смотрели на мои торговые идеи и могли на этих идеях зарабатывать, для этого добавляю вас на полгода в свой закрытый телеграм-канал ВипМария Кухта, канал сигналов. Так, значит, информация по поводу обучения, по поводу сигналов. Я предоставляю эту информацию в индивидуальном формате, вам в личку, то есть вы мне пишете в телеграме и вам в личку я отправляю всю информацию по обучению либо по сигналам. Так, ребята, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился сегодняшний обзор, не забывайте поставить лайк. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал Мария Кухта трейдер, если вы еще не подписались, для того, чтобы всегда получать хороший контент от меня, торговые рекомендации, торговую аналитику, сопровождение предыдущих торговых идей. Если есть торговые паттерны, я об этом обязательно вас информирую. Если есть хорошие какие-то торговые идеи, я тоже информирую. Но вы должны понимать, что рынки не всегда формируют какие-то торговые формации, да, рынки в большинстве своих случаев, они находятся на этапе какого-то набора позиций, какого-то формирования паттернов и так дальше. То есть это тоже нужно понимать, если вы торгуете. Но если все-таки вас интересуют защищенные сделки, защищенные точки входа, подтвержденные формации, это моя тема, то есть это то, что я понимаю, это то, в чем я разбираюсь, и это то, чего я вас тоже могу научить. Поэтому, значит, если ребята еще раз интересуют обучение, обращайтесь в личку. Если интересуют торговые сигналы, обращайтесь в личку. Все мои контакты есть под видео. Благодарны за ваши предыдущие комментарии, за ваши предыдущие вопросы. Я напомню о том, что если у вас есть вопросы по рынку, вы можете задавать эти вопросы в комментариях под сегодняшним видео. Пишите тикеры инструментов, которые вы бы хотели, чтобы я рассмотрела на следующий раз. Я обязательно рассмотрю в своем следующем обзоре. Так, всем хорошего дня, хороших выходных, ребят. Прибыльной торговли уже начинаем с понедельника. Жду от вас свежего фидбэка, свежих комментариев, свежих отзывов, реакций. Буду благодарна, если поделитесь моим видео в соцсетях. И всем прибыльной торговли. До скорой встречи.